Синь 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 Словно белый подснежник, я тянусь сердцем к свету. День Христово явления, в нем воскресну я верю. 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 Я иду в край небесный, где весна будет вечной. Там все динами плена, жизнь царит воскресенье. День Христово явления, в нем воскресну я верю. 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 Христово явления, в нем воскресну я верю. День 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 Христово явления, в нем воскресну я верю. Христос воскрес! Христос воскрес! И это действительно великое чудо, которое было явлено людям, живущим на этой земле. Это воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И я, может быть, не буду читать этот момент, как жены пришли, что им ангел сказал. А я зачитаю немножечко выше этих событий. Это Евангелие от Матфея, 27 глава, 62 стих и ниже. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых». «И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. И мы видим, что люди мира сего сделали все возможное для того, чтобы не исполнились слова священного Писания. Как они говорят о Христе, что Он обманщик, и Он говорил такие слова «После трех дней воскресну». Но получается, кто обманщик, да? И мы видим, что этот мир всячески старается в воскресении Иисуса Христа как-то умолчать, сокрыть или действительно извратить эту информацию для того, чтобы слава Божия, она не воссияла над этим греховным миром. Но мы видим, что несмотря на то, что были предприняты все попытки для того, чтобы Христос не воскрес, но Слово Божие говорит, Деяние 2 глава 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Слава Господу! И мы видим, было все предпринято. И, значит, это смерть на кресте. И уже такой, как мы говорим, контрольный выстрел, да? То есть копьем проткнули ребра. Все, уже наверняка римские воины были мастера своего дела, если так можно сказать. Все было сделано, да? И уже положили во гроб, и там еще охраняли. Я не думаю, что там поставили двоих людей. И, знаете, ну так, ночку скоротать, у костра погреться. Я думаю, уж если поставили охрану, то там достаточно. Потому что, говорит, чтобы ученики, пришедшие, не выкрали тело. Но учеников было как минимум 12 человек. И там надо было соответственную охрану поставить. Но мы видим, Слово Божие говорит, но Бог превыше всего этого. Слава нашему Господу! И Бог воскресил Иисуса Христа. Не для того, чтобы, может быть, утереть нос этим людям. А, как говорит апостол Павел, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И воскрес на третий день для оправдания нашего по Писанию. Слава нашему Господу! И сегодня все, кто уверовали в Иисуса Христа, они оправданы и Его смертью, и Его воскресением. Человек имеет оправдание и прощение грехов. И сегодня всем людям объявляется в этих приветственных словах Христос воскрес, другими словами объявляется амнистия. Что каждый человек может теперь прийти к Богу, сложить это бремя грехов, получить дар вечной жизни и уже жить для Господа и славить Его имя, живя на этой земле. И Слово Божие говорит, как Христос воскрес из мертвых, слава у Отца, так и нам надлежит ходить в обновленной жизни. И поэтому Христос воскрес, и мы с вами, так же самое, как Христос воскрес, это истина, мы должны с вами ходить в этой обновленной жизни. И это тоже реальность и для Бога, и для верующих в Него. И мы в этот час прославим нашего Господа, призовем благословение на это собрание, на это служение, на всех присутствующих. Аминь. 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 Он сошел на землю с высоты небес Был отвергнут земи, умер и воскрес Искупил от смерти Он меня, тебя И открыл нам в вере в небеса любя Что было б с нами, если б не пришел Иисус? Что было б с нами, если б не страдал Иисус? Что было б с нами, если б не воскрес Иисус? Мы бы не спаслись Но Богу слава, что пришел Иисус Богу слава, что страдал Иисус Господу слава, что воскрес Иисус И мы спасены И теперь воскресший нас хранит везде Чудно помогает нам в любой беде Силой воскресенья веру нам дарит Что было б с нами, если б не пришел Иисус? Что было б с нами, если б не страдал Иисус? Что было б с нами, если б не воскрес Иисус? Мы бы не спаслись Но Богу слава, что пришел Иисус Богу слава, что страдал Иисус Господу слава, что воскрес Иисус И мы спасены Любим Иисуса Славим, что воскрес Страх спасенных душах Навсегда исчез Знаем, что воскресший В небесах живет И настанет время На себе возьмет Что было б с нами, если б не пришел Иисус Что было б с нами, если б не страдал Иисус Что было б с нами, если б не воскрес Иисус Мы бы не спаслись Но Богу слава, что пришел Иисус Богу слава, что страдал Иисус Господу слава, что воскрес Иисус И мы спасены О радости такой, что Ты воскрес Я не могу молчать, Иисус, любимый Ты беззаконие победил и крест И дал Отца заблудшим пилигримом Воскрес, страдания и смерть поправ И претерпев насмешки от творения В позоре сник, лишенный силы враг Ты плен восхитил из темницы тления С победой возвратился в небеса Какую радость Ты Отцу доставил И возвышали в пенье голоса Святые ангелы в чертогах славы Но Ты воскрес и к радости землян Для тех, кто весь Твою благою принял Дар самый лучший во вселенной дан Преобразится в образ Божья Сына И я один из тех Тебе пою Святое поклонение сердцем чистым И вижу в духе вечную зарю И на престоле лик святой лучистый О наш Иисус, о наш Святой Отец Прими поклон за все Твои деяния От славного единства всех сердец Ходящих верно в христианском звании Мы будем вечно жить, как Ты живешь Как звезды воссияем в славе вящей Хвала Тебе, спаситель, чудный вождь Под знаменем любви своих хранящий О радости такой не умолчим В день воскресения сердцем торжествуя Отцу и сыну свято воздадим Хвалу, как жертву чистую, живую Звучи хвала из освященных уст И расскажи Ему, как Он нам дорог Ведь солнце нашей жизни И Иисус и в тесноте, и во святых просторах Возлюбил людей, спаситель, в деле доказал На кресте святые руки каждый увидал За Тебя меня страдая, умер Он любя Кровь святую проливая, Бог спасение дал Поистину воскрес звучат слова Поистину ожил Христос тогда Поистину живет Христос всегда Поистину живет Христос всегда В сердцах Жизнь греховную оставь ты И прими Христос Он очистит и направит Путь твой в небеса Сколько счастья и отрады В небесах с Христом Верным даст Господь награды Славу вас Своем Поистину воскрес звучат слова Поистину ожил Христос тогда Поистину живет Христос всегда В наших сердцах В наших сердцах Поистину воскрес звучат слова Поистину ожил Христос тогда Поистину живет Христос всегда Сердца И пускай проходят годы вдаль бы бурт века, Наши жизни дни немногие, выбирай Христа. Иисус оставил путь, нам по Нему пойдем, Но тгmitt крестом, ведь небесному чертову только с Ним дойдем. Поистину воскрес звучат слова, поистину ожил Христос тогда, Поистину живет Христос всегда в наших сердцах. Поистину воскрес звучат слова, поистину ожил Христос тогда, Воистину живет Христос всегда в сердцах. И до гробу сброси в страну. Нечего воскресе, дебятый, Иисус Христос воскрес! Пусть его сердца оконно Воспевают до небес. Но у гроба изумились, Неду Господа исчез. Ангелы им вдруг явились, И сказали, Он воскрес! Нечего воскресе, дебятый, Иисус Христос воскрес! Пусть его сердца оконно Воспевают до небес. Вот и место, где лежало, Умеждали, а не жал. Смертью смерти убежало, И воскрес на веки Он. Нечего воскресе, дебятый, Иисус Христос воскрес! Пусть его сердца оконно Воспевают до небес. Нечего воскресе, дебятый, Иисус Христос воскресе, Иисус Христос воскресе, Пусть его сердца оконно Воспевают до небес. Дорогие братья и сестры, и все, кто сегодня, может быть, первый раз на этом месте, мы все с вами приехали и пришли сюда прославить Господа, потому что сегодня Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Слава Господу! Присаживайтесь, друзья. И сегодня светлый праздник Христового воскресения. Его празднует весь христианский мир, хотя, знаете, календари разные. Мне братья звонили с Америки и говорят, что у них уже был этот праздник. Но для нас не важно, в какой именно день он проходит, для нас важно, что он есть. И этот день мы можем отметить, этот день мы можем вспомнить, и вспомнить те события, которые происходили в этот день, потому что это основополагающие события христиан, христианской жизни, воскресения нашего Господа. И сегодня я хотел бы сказать на такую тему «не прошел мимо». Хотя мы знаем, что слово «пасха», оно, так скажем, имеет такой перевод с древнего, значит, еврейского языка, да, «прохождение мимо», о чем там идет речь. И Слово Божие говорит нам, что в Ветхом Завете еще народ израильский с тех времен праздновал праздник Пасхи. В Ветхом Завете Господь, когда выводил народ израильский из Египта, Он дал им свое повеление, чтобы они сделали что-то, чтобы их ангел-губитель не коснулся, и первенцы не были истреблены у Израиля. И написаны такие слова. «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. Над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Это была последняя казнь, после которой фараон выпустил народ израильский из рабства. И народ Божий стал свободным. И, дорогие друзья, здесь написаны такие слова, что кровь должна быть знамением. И когда увидит ангел Божий, проходящий кровь, то он пройдет мимо. И Господь не погубил своего народа. Дорогие друзья, сегодня Бог также являет великую милость свою. Нас прошел мимо суд Божий. Скажем, слава нашему Господу. Суд совершенно справедливый. Совершенно справедливый. По нашим делам и поступкам мы совершенно достойны были наказания. Это тот же самый человек, который находится, знаете, уже зная, за что он страдает, зная, за что его осудили. Совершенно справедливо. Его ждет наказание. Он знает примерно какой срок. Все совершенно справедливо. И тут ему приходят, открывают дверь и говорят, не нужно будет ни страдать, ни расплачиваться. Ты совершенно свободен. Я думаю, что у этого человека будет большое удивление, почему так произошло. И, дорогие друзья, каждый из нас, может быть, уже не один год верующий. И, знаете, я этому постоянно удивляюсь, какова милость Божия в нашей жизни. Какова велика милость Божия и любовь Божия, что Бог нас простил и оправдал. Потому что имел к нам просто великую любовь. Он просто нас любил. И до сих пор любит. И любить будет безгранично и вечно. Скажем, слава нашему Господу. Дорогие друзья. И также Слово Божие говорит нам, если мы откроем послание к евреям, 11 глава, 28 стих, говорит нам такие слова. Евреям, 11 глава, 28 стих. Верую совершил он пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. И в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих, говорит такие слова. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слава нашему Господу. И мне хотелось бы сказать еще одно место в Священном Писании. В первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, говорит такие слова. Ибо Пасха наша Христос, дорогие друзья. И также Слово Божие нам повествует о том событии, о котором мы сегодня слышали уже в пении псалмов и стихотворении. И 24 глава Евангелия от Луки говорит нам такие слова. Мы слышали пение хора. Здесь написано так, с первого стиха и ниже. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о всем, вдруг пристали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина, Мария и Анна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И знаете, в другом Евангелии от Матфея, в первом Евангелии написаны такие слова, что когда они услышали эту весть, у них было два чувства. Страх и радость. Написано, они пошли со страхом и радостью. Страх о том, что вообще, что это такое произошло. Ангелы явились, такое необычное событие. А радость, что Иисус Христос теперь снова с ними и предваряет их в Галилее. Но что сказано об апостолах, которым пришли Мария, и Мария Магдалина, и Анна, и Мария другая, и мать Иакова. И написаны такие слова. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Услышали слова, что Христос воскрес. Что они сказали? Пустые слова. Какое воскресение? Все забыто стало вдруг на тот момент. Но написано так. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и наклонившись, увидел там пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе, происшедшему. Один Петр не сказал. А знаете, почему не сказал? Потому что у него с Христом остался неразрешенный вопрос. Он не попросил у Христа прощения. Он не примирился со Христом. Он оставался с этой надеждой. Он жил этой надеждой с ним встретиться. У других, видимо, не было такого переживания. А Петр понимал, он трижды отрекся от Христа. А перед этим он обещал ему никогда его не оставлять. Он даже меч с собой взял. Он даже попытался его защитить. У него ничего не получилось. И после этого он так позорно, я так думаю, он это понимал так внутри себя, он отрекся от Христа. Не один раз, а трижды. И вдруг он слышит такие интересные слова. Знаете, слова надежды, что Иисус Христос воскрес, и его можно увидеть. И опять с ним эту встречу пережить. Попросить у него прощения. Получить от него благословение и утешение. И Слово Божие, говорит, он побежал, там ничего не нашел. Он, знаете, удивлялся. И потом Слово Божие говорит нам историю, когда ученики Сливы Эмаус, и Христос им повстречался. Они его сразу не узнали. Но когда вошли в горницу, он преломлял хлеб, раскрылись глаза их. Я думаю, что как Христос преломлял хлеб, видимо, никто так не преломлял. И как Христос раздавал, никто так раздавать не мог. Потому они узнали, что это был Христос. Но я прочитаю немножечко ниже. И встав в тот час, возвратились в Иерусалим. Это ученики, которые были со Христом, которые шли в Эмаус. И нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними. Обратим здесь внимание. Которые говорили. Вот смотрите, в тот момент уже ученики говорили. Которые говорили, что Господь истинно воскрес. А почему у них было такое утверждение? Ниже сказано. Явился Симону. Явился Симону. И Симон пережил встречу с Иисусом Христом. И убедил всех учеников, что Христос воскрес. И они, увидев радость Симона, который все это время был удрученный. Который был подавленный. Они не усомнились, что Христос воскрес. Сегодня, независимо, какая погода на улице. Какие происшествия в мире. Что происходит. Экономических кризисов. Благословений каких-то устройств. Сердца христиан могут и должны испытывать радость от воскресения Иисуса Христа. Нас сегодня ничто не может подавить, как апостол Павел говорит. Что может нас отлучить от любви Божией? А самая великая любовь Божия явилась нам в воскресении Иисуса Христа. И мы будем молиться и еще славить Господа за Его силу воскресения. За Его чудо воскресения, которым Он оправдывает, избавляет и освобождает любого человека, согрешающего, но искренне приходящего к Нему. Будем молиться. У нас порой, друзья, такие лица, как будто бы Христос и не воскрес, как будто бы Он остался в той гробнице и не достигнуть нам теперь небес. Сестра моя, что смотришь ты уныло? Где радость твоя, брат? Скажи мне, где? Христос воскрес, Он не лежит в могиле, спасение подарив тебе и мне. Лишь от сознания, что нас ожидает, хочу я радостно хвалу Христу воспеть. Ведь Он так любит и не покидает. Как можно унывать нам и скорбеть? Я понимаю, всякое бывает и не всегда легко вперед идти, но Иисус Своих не оставляет, а продолжает на руках нести. Ты просто упади в Его объятия, Ему доверься и вперед иди. И пусть еще так много не понять нам, Господь усмотрит, что там впереди. Нам нужно верить, горячо молиться. И пусть хвалу поют Ему уста, чтоб радостью светились наши лица и отражали Господа Христа. Я верю, мой Бог, мой властитель всесильный, Что истинно Сын Твой из гроба восстал. Своей рукою, десницею сильной, Его воскресил и жизнь дал. Я верю, что есть во Христе воскресенье, Я верю, что есть в Нем нетленная жизнь. Ему приношу честь и благодаренье, Душою стремлюсь в Его ввысь. Я верю, что там, за безоблачным небом, Сидит Он теперь, одесною Отца. Тот вечно единый, что стал жизнью хлебом, Я верю, спаситель, тебе. Я верю, что есть во Христе воскресенье, Я верю, что есть в Нем нетленная жизнь. Ему приношу честь и благодаренье, Душою стремлюсь в Его ввысь. Я верю, и Он помогает мне верить, Что встречусь я с Ним там, на длани небес. Пронзенные руки откроют мне двери В страну, где есть радость чудес. Я верю, что есть во Христе воскресенье, Я верю, что есть в Нем нетленная жизнь. Ему приношу честь и благодаренье, Душою стремлюсь в Его ввысь. О Тебе пою, спаситель, Этот гимн души моей, На пути земного битей, На пути борьбы скорбей. В этом гимне утешенье, Зов небесной красоты, В Нем и сила, и забвенье, Этот гимн спаситель ты. Труден путь, Но гимн прекрасный, Помогает мне идти. И Христовой силой властной, Дух мой радует в пути. В этом гимн неутешенье, В Зов небесной красоты, В Нем и сила, и забвенье, Этот гимн спаситель ты. И когда приду я в вечность, Этот гимн опять спою, Гимн святой и бесконечный, Про святую жизнь в раю. В этом гимн неутешенье, В Зов небесной красоты, В Нем и сила, и забвенье, Этот гимн спаситель ты. Не сказка эта, Не легенда древняя, Иисус Христос Был вознесен на крест. И мертвым был во гроб Положен с древа, И в третий день Из мертвых Он воскрес. Поистину воскрес, Поистину воскрес, И легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд, Поистину нам пень и птичьим слышится, Поистину воскрес, цветы твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему, Пусть слышится под сводами небес. Горячее приветствие пасхальное, Христос воскрес, Поистину воскрес, Поистину воскрес, Поистину воскрес, И легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд, Поистину воскрес, 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Истинно воскрес! Христос воскрес! А истинно воскрес! Слава нашему Господу, что Христос однажды воскрес в наших сердцах, оживил нас от этих гнусных дел и дал нам новое сердце, и дал нам новую жизнь. Слава Ему! И вы знаете, когда все это происходило, когда Христос ходил по земле, когда избрал себе учеников, научал их, за ним ходило множество народа, каждый ходил со своей целью. Кто-то покушать, кто-то послушать, кто-то исцелиться, кто-то узнать что-то новое. И каждый ходил со своей целью. Но вот пришло то время, когда Христос отдал себя в жертву, пролил свою суетовую кровь. Люди не поняли цель этой голговской жертвы, но Христос им говорил, что так надлежит исполниться воле Божией. Так надлежит исполниться тому, чему сказал, что это так должно быть Бог сказал. У Бога нет вынужденных дел, у Него есть план спасения людей. И Он не делает все по вынужденным делам. У Него все расписано, у Него все исполняется в свое время. Слава нашему Господу! И вот, когда Христа распяли и положили Его во гроб, все увидели своими вот этими физическими глазами, что Христа не стало. И что же произошло, друзья? Вера у учеников, я думаю, что маленько упала. Они не знали, что делать. Они спрятались где-то от иудеев, от гонения от них. Кто-то пошел в свои города, начали возвращаться, где жили, и не знали, что делать. Но Христос пришел, чтобы воскресить нас из мертвых. Слава Богу! Ибо Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стиху написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И братья уже говорили, что ангел-губитель, он прошел мимо, чтобы не погубить, потому что Израиль, они были помазаны кровью Агнца, косяки были помазаны. И ангел-губитель проходил мимо, когда увидел эту кровь, что косяки помазаны, и приходил туда, где не было этого знака, и губил первенцев. Слава Богу, что он прошел мимо нас, друзья. Но Христос, он пришел с другой целью, чтобы воскрешать нас из мертвых, чтобы воскресить всех людей, чтобы дать им жизнь вечную, вера в Него. Слава нашему Господу! И он сейчас живой, и ходит, и воскресает людей. И знаете, Христос, он не оставляет своих людей. Он является им. И мы знаем, что по дороге в Ямаус шли его ученики, и глаза духовные были закрыты, и они не видели. Он пристал к ним и начал с ними диалог. Он расспрашивал у них, что происходило в это время. Как все происходило, да? Они ему начали отвечать, и он начал их научать. Он начал их подводить ко Христу, что так должно было исполниться. И когда они пришли в дом и начали трапезу, да, то он преломил хлеб, и они узнали Христа. Узнали, и, конечно, он стал невидим для ним. И сердца их горели, друзья, и они пошли снова в Иерусалим. Но я хотел бы обратиться к другому моменту. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха и ниже. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из-за опасения от аудеев, пришел Иисус и стал посреди. И говорит им, мир вам! Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевшие Господа. Господь же сказал им вторично, мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, мир вам! Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома же сказала ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Слава нашему Господу, друзья! И мы видим здесь, что происходит. Ученики, они имели гонение от иудеев. Конечно, Христос, Он всегда защищал своих учеников, да? Всегда был готов встать в проломе между нападавшим и защищал, на кого нападали. Так вот, иудеи, они не приняли Христа. Они ждали Мессию, но не приняли Его. И иудеи, они были гонителями Церкви Христовой, верующих людей, которые уверовали в Иисуса Христа, в Его учения, в Его Слово. И вот они прятались от гонений от иудеев. И вот они были в одном доме, и двери были закрыты, и никак не проникнуть в этот дом. Но Христос прошел сквозь стену, пришел и говорит, мир вам, мир вам, друзья! Конечно, я представляю, как это все происходило, что я думаю, что там сердца их трепетали, друзья. Они, может быть, кто-то даже и не мог ничего сказать. Может, кто-то припал к его коленям. Может, как-то по-другому все это происходило. Но он сказал, мир вам, и говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это великое поручение Иисуса Христа для учеников. Друзья, это, в общем-то, такое серьезное поручение. И прощать или оставлять. Тут надо иметь мудрость большую от Господа. И мы видим здесь, что Фомы, одного из учеников, не было, когда Христос первый раз пришел. Ученики что сделали? Они начали свидетельствовать то, что явился живой Господь к ним. Слава Богу! И что делает Фома, друзья? Он был со Христом. Он ходил с ним. Наяву его видел. Трогал, ощущал. Фома всегда был с ним. Но пришло время, когда распяли Христа. Он уныл и не знает, что делать. Но когда ему явились ученики и говорят, Фома, Христос пришел к нам живой. Что он говорит? Не поверю, пока персты и руки свои не вложи в его раны. Не поверю. Потому что он привык все видеть своими физическими глазами и трогать все руками. Друзья, таковыми были и мы раньше. Таковыми были и мы. Я не знаю, ну не буду говорить за всех, но мое сердце было такое. Тоже пока не увижу, не поверю. Потому что был так научен. Но Бог пришел, чтобы коснуться наших сердец Духом Святым. Чтобы это сердце каменное открылось для Слова Божия. Чтобы посеянное Слово Его, оно возросло там. Но сначала это семя должно умереть, чтобы дать всходы. Слава нашему Господу. И мы видим, друзья, что Христос, Он говорит Фоме, «Ты поверил, потому что увидел наяву, но блажение тот, который не видел, но уверовал». Слава нашему Господу, друзья! Блаженство – это наивысшее счастье. И мы однажды, не видевши Господа своими глазами, но уверовали через Его живое Слово, получили жизнь вечную веру в Христа. И эта вера, она пришла к нам от Господа, от Отца Небесного, чтобы мы веру в Него имели жизнь вечную. И здесь Слово Божие говорит, что это же написано, «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Христос пришел, чтобы дать нам новую жизнь. Он спас нас, Он взял все грехи мира на Себя, твои и мои. И верую в Него дает нам надежду и жизнь вечную. Ибо Он однажды воскрес, и мы однажды воскреснем уже не по плоти, не по этому, Бог даст нам другую какую-то оболочку. Но тот, кто веровал в Него, старался жить свято, тот будет с Ним там на небесах, где художник и строитель, сам Господь построил новый город, Иерусалим. И там ни плача, ни болезни нету, там вечная радость, потому что там живет Христос, там находится слава Божия, слава нашему Господу. И вы знаете, самая большая беда для человека – это неверие живому Богу. Как и Фома, Он не верил, но явился Ему однажды Христос наяву и сказал, «Вот Я, вложи персты в мои раны, так и в нашу жизнь». Христос, Он и сейчас стучится, Он и стучался каждому из нас. И когда мы открыли свои сердца, Он вошел в нашу жизнь. Он простил нам все грехи, которые мы согрешали. Даже тот грех, что мы не веровали в Него. Весь мир, написано, лежит во зле. И все согрешили и лишены славы Божией. И в этот день, я думаю, что вся страна празднует этот великий праздник. Хотя многие и не знают, что это за праздник. Слово сказать – Пасха. И отпраздновать его. Люди по-разному празднуют, да? Христиане празднуют на собраниях. Благодаря это славят Его. Потому что Он воскрес в наших сердцах. Слава Ему. А тот мир, который не верует, Он празднует по-своему. Празднует потому, как Его научил тот, кто ходит, как рыкающий лев, еще кого убить и поглотить. Потому что Он однажды совратил все. Совратил Адама и Еву. Увел их от истины Божией. И вот наша задача, друзья, быть свидетелями Иисуса Христа. Свидетелями для этого мира. Для своих родственников неверующих. Для своих соседей. Для тех, кто работает вместе с нами. Чтобы мы могли быть светилами. Или отображать свет Христов. Для людей этого мира. Потому что Христос пришел не только для нас, чтобы нас спасти. Но Он пришел для того, чтобы спасти всех людей. Потому что человек – это творение Божие. И Бог всегда радуется, когда человек приходит к Господу. Кается в своих поступках. В своей нелепой жизни. И приходит к Господу. Ибо написано, небеса радуются одному кающему грешнику. И желание моего сердца, друзья, помолиться. Чтобы наши сердца и в этот час горели. Для того, чтобы служить Господу. Ибо Он однажды вошел в нашу жизнь. И помолимся, дабы Христос вошел и в жизнь тех людей, которые еще не приняли Его в свои сердца. Потому что многое может молитва праведников. Да поможет нам Господь. Склоним колени. Аминь. Он воскрес. Осужденный Пилатом, постоянно спасавший других. Пред толпою позорно распятый. Одинокий в страданиях своих. До конца о других помышлявший. Приходивший на землю с небес. За грехи всего мира страдавший. Жив во веки веков. Он воскрес. Он воскрес. Не ищите живого среди мертвых в могиле сырой. И не ждите владыки другого, кто бы дал вам желанный покой. Успокойтесь пред Ним в уповании. Посмотрите на поле и лес. Он всему дает жизнь и дыхание. Все подвластно Ему. Он воскрес. Он воскрес. Не страшитесь гонений от поклонников лести и лжи. Горемичный. Упав на колени. Все в молитве Христу расскажи. Взгляд на крест, где Божий Сын из-за тебя был распят. Взгляд на крест, где грех наказан, чтобы он жил ты. Бог любит так тебя, что отдал сына, что принял ты его и прославлял. Чтобы пошел за Ним в страну, где вечный свет, и там ты вечность и обрел боком. Посмотри, что сделал Бог и для твоей души. Бог любит так тебя, что отдал сына, что принял ты его и прославлял. Чтобы пошел за Ним в страну, где вечный свет, и там ты в вечности обрел покой. Вдруг реши, чем ты ответишь на его любовь. Бог любит так тебя, что отдал сына, что принял ты его и прославлял. Чтобы пошел за Ним в страну, где вечный свет, и там ты в вечности обрел покой. ПЕСНЯ 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 Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с Небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшую меня Отца. Воля же пославшую меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшую меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Аллилуйя! Слава Богу, дорогие друзья! Вот такие чудесные слова нам говорил Иисус Христос, еще будучи с учениками, ходя по этой земле. Но как Валера сказал, мы блаженные люди. Почему? Мы уверовали его, потому что мы его не видели. Но почему в него уверовали, друзья мои? Как так? Не видя его, и мы в него уверовали. Кто-то нам говорил, что есть Бог, кто-то говорил, что есть что-то на небе такое, что есть вечность. Ну, я вот, я не верил никогда. Я в это никогда не верил, и я думал, что это все ерунда. Понимаете? Вот я думал, раз, и все, и приложусь там своим старикам, ну, к отцам, к дедам, и там так и сгнию. Но эта милость Божия, она открылась в мое сердце. Слава Богу! И она показала, что есть эта милость, и есть эта благодать, которая действует в наших сердцах. Это и есть Иисус Христос, который пострадал за нас с вами. Он не просто пришел в этот мир. Пришел, походил и потихоньку ушел. Он пришел и пострадал, друзья мои, за каждого из нас, находящегося за все вместе. А то, что мы здесь находимся, вот это и есть его милость. Понимаете? Вот это и есть его милость. Реп-центр здесь, это и есть милость. Мы с вами, это и есть милость. Все, кто здесь находится, это и есть милость. Потому что Он за нас пролил святую кровь. Слава Ему, правда? Слава Богу! Вот за это Ему великая слава. Потому что это и есть Божья любовь, Божье определение. Кто-то другой бы, может быть, пошел и пострадал за тебя и за меня, дорогая душа. Он сказал, да я что буду за Него страдать? У меня что, своих проблем нет, что ли? И шел бы потихоньку дальше. Но Христос, Он пришел добровольно. Он пришел добровольно и пострадал за нас с вами. Аллилуйя! И вот за это можно Его благодарить, друзья мои. Сегодня Бог касается сердец. Сегодня нам здесь радостно. Сегодня нам здесь хорошо. Сегодня, знаете, многие сегодня на Пасху идут, знаете куда? Там, где холмики, там, где кресты и памятники. Но сегодня мы сюда пришли славить нашего живого Бога, который умер за нас и воскрес. Слава Богу! Правда? И сегодня Бог касается наших сердец. Сегодня, дорогие души, дорогие сердца, дорогие братья и сестры, дорогие гости, которые пришли, может, сюда первый раз. И, может быть, сегодня еще эта милость Божия, она не достучалась до вашего сердца. Вы послушайте, вы послушайте свое сердце, послушайте каждый удар, каждый стук своего сердечка. И вы скажите, что вы хотите сегодня здесь получить? Или что вы сегодня уже здесь получили? Вот знаете, когда я первый раз пришел на дом молитвы, и когда началось слово Божие говориться, вот в этом каменном сердце я ничего не услышал. И когда я ушел, и второй раз пришел, я опять почти что ничего не услышал. Но когда я третий раз пришел, я что-то услышал для себя. Почему-то мое сердце начало стучаться по-другому. Оно что-то начало там делать, оно что-то начало там, что-то, знаете, производить. И у меня начало в голове происходить, как картина какая. И вот все Бог мне показал, сколько я себя помню, сколько Он меня хранил в этой жизненном пути. Сколько Он меня хранил от смерти, сколько раз меня чуть не убивали, сколько не резали, сколько там еще что-то делали. Но, друзья мои, Бог меня сохранил. И я это увидел, знаете, вот как картину-то я увидел. И меня это очень сильно вразумило, и очень сильно, знаете, как-то мне вдохновило. Почему? Я думаю, вот я действительно что-то где-то по миру, поэтому ходил, искал, искал. А что хотите искать? Вот, живой Бог. Он невидимый, но Он видим. Он видим нашим внутренностью, нашим внутренним сердцем, нашим внутренним дыханием мы его видим, ощущаем. Друзья мои, слава Господу, сегодня мы можем с удовольствием сказать, Господи, мы благодарны Тебе, что Ты воскрес, умер за нас и воскрес наше оправдание. Слава Богу, правда? Сегодня мы можем это говорить с чистым сердцем, с радостью в сердцах. Почему? Потому что я сегодня радуюсь, я думаю, вы сегодня все радуетесь. Потому что сегодня это есть чудное Христовое воскресение, потому что Он не просто так воскрес, а Он воскрес, чтобы доказать, что есть Он Бог живой, Бог присносущный и Бог милостивый. Почему? Потому что через это мы уверовали. Смотрите, когда апостолы получили силу? После воскресения Иисуса Христа. После воскресения Иисуса Христа, когда его распили, все начали расходиться. Кто рыбу, кто что, где-то кто-то, двое пошли в Ивамус, в Имаус и все такое, понимаете. Но когда он воскрес, когда начал им являться, вот тогда им пришла сила. Слава Богу, друзья мои. И сегодня сила Господня, сегодня любовь Божия, она стучится в сердце. Твоя дорогая душа, дорогой друг, может быть, среди нас есть такие души, те сердца, которые еще не познали, как благ Господь. Друзья мои, Бог протянул вам руку свою. Он говорит, вот смотрите, я читаю Священное Писание, это Матфея, 11 глава, 28 по 30 стих написано. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. О, слава нашему Господу, когда я это сделал, бремя стало, но действительно легко. Когда я вышел к покаянию, когда сказал, Христос, прости меня, я грешник, у меня что-то хрустнуло, что-то треснуло, и все. Вы знаете, сердце у меня застучалось еще лучше. И почему? Потому что это камень на мое сердце, злое, нехорошее, оно раскололось, и Бог мне дал сердце плотяное. Бог мне дал любовь в мое сердце, слава Богу. И когда я после покаяния вышел на улицу, я увидел жизнь, я увидел эту жизнь. Я жил, знаете, как день прожил, жить-то неохота было. Многие уже знают, какое мое хождение было до Бога. Но, друзья мои, когда я вышел, когда опоздал эту жизнь, я сказал, Господи, а почему только в 37 лет? А почему я вот столько-столько нагрешил? Я столько навредил себе, столько навредил ближним своим? Господи, почему? А Господь мне потом сказал, ты благодари меня, что я в 37 лет до тебя достучался и нашел тебя. Я сказал, Иисус, прости меня, что я вот так вот с тобой, а я благодарю тебя. Слава Богу! И сегодня, дорогая душа, сегодня, дорогие гости, кто не принял Христа, сегодня зов Христа здесь. И он говорит, придите ко мне, все друждающие обермененные, возьмите иго мое на себя. Иго мое, благо и беременность мое, легко. Слава Богу, друзья мои. И вот сегодня это иго, это бремя, мы сегодня можем смело брать на себя. Мы сегодня можем в это иго входить. Понимаю, иго, это, знаете, вот когда валы пашут, вот это вот такая штука, не хомут, а деревянные такие. Вот это и есть иго. Вот вошел туда, и Христос рядом, и Он будет тебя вести, хранить, оберегать. И ты будешь чувствовать Его руку, чувствовать будешь Его дыхание. Но только ты от Него не уходи, не убегай, ни влево, ни вправо. Храни эту милость Божию в своем сердце, и Он будет тебя вести. Слава нашему Господу! Если есть таковые души в нашем сегодняшнем священном собрании, поднимите, пожалуйста, руку, которую еще не познали, как благ Господь. Сегодня Господь хочет вас, чтобы вы открыли Ему свои сердца. Александр Андреевич Андреевич говорит такие слова. Ничего не потеряешь, окромя рюкзака со своими грехами. Вы почувствуете свободу, вы почувствуете легкость, с которой вы будете дальше идти за Богом, друзья мои. Если есть такие души, поднимите, пожалуйста, руку, и мы будем за вас молиться. Выходи сюда, мы встанем на наши ноги. Господу Господству ищему слава, слава, слава. Царю царей, царю царей, слава, слава, слава. Царю царей, царю царей, слава, 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 слава. Царю царей, царю царей, слава, слава, слава.